здравствуйте дорогие друзья как и обещал следующий фильм будет о том как должны работать определенные приманки для поимки рыбы это обзор по заказу моего друга юрия матюхи из города ровно значит что здесь особенного вроде бы все одинаковые силах матенькие но только отличается как бы по цвету вот в том-то и дело что все вот это отличие я сейчас буду показывать и нужно использовать нам в рыбалке как вы видите вот по предыдущему фильму я вязал вот такую красную приманочку для щуки это по хищнику не обязательно только будет работать по щуке шум судак щука не пропустят вот эту приманку вес этой приманки где-то два с половиной грамма какая особенность это типичный вули багер но измененный в каком смысле он не из пера марабу а я использовал мех писа который значительно крепче пера марабу мы понятное дело что выдержит значительно больше поклевок зубастой как вы обратили внимание вот он перевертыш это по предыдущему фильму длина вот даже вот салатная опушкой вы видите что длина самой приманки отличается как и вот черный вули багер тоже отличается чем это связано обычно в начале весны допустим ближе к лету май месяц щука начинает кормиться мальком ну малек у нас имеет вот такую приблизительно величину или вот как на трубках я изготовил разные здесь вот по оттенкам но одинаковое по величине и выбирает величиной до 5 до 7 миллиметров середине лета уже малек наш подрос а ближе к осени уже щука значительно лучше реагирует на приманку которая имеет значительно больший объем то есть длину поэтому вот вру по три таких вот самых основных цвета и по разные по длине я изготовил значит в чем особенность это меня просил и юрий и вы задавали неоднократно вот такого типа вопроса значит смотрите вроде бы они одинаковые но отличается только лишь цветом ну и понятное дело величиной особенность рыбалки хищника поимки вернее самого хищника заключается в следующем утром когда на зорьке перед рассветом недостаточное освещение желательно использовать приманки которые очень яркие это вот можно использовать красные оранжевые рыба тогда видит значительно лучше приманку и может на нее реагировать лучше чем если вы будете предлагать какую-либо другую днем когда освещение уже достаточно и и нет той активности рыба уже накушалась а которая не накушалась трудно заставить покушать тогда нужно использовать провокаторов провокаторы какие у меня это вот красные и шартрес кстати сейчас я вот буду пробовать показывать они все флуоресцентные и здесь определенно вот оранжевая желтая здесь оранжевая полоски где шея тоже светится ну и люрекс я применял тоже флуоресцентный то есть достаточно еще дополнительно привлекает нашего хищника поэтому днем можно брать как провокаторов если нет поклевки но желательно начинать рыбачить на вот такого нейтрального цвета которая вот имеется у нас вот эти воли байер здесь уже более рыба реагирует нормально и не раздражает ее вот все эти наши блестящие части поэтому вы так для себя разбивайте утром при недостаточной и вечером освещенности использовать яркие приманки днем менее яркие приманки теперь что касается вы задавали неоднократно мне вопросы по поводу этих трубок ребята очень плохо что не только у нас на украине или в украине как правильно говорить также и в россии недооценена приманка вот на вот таких вот трубках изготавливается она несколько технологически вроде бы покажется сложно я изготавливал но если не использовать все вот эти вот навороты отражающие лаки прочее 10 а делать для быстрой классической рыбалки то очень дешевая и очень выгодная приманка теперь я как и обещал вот у меня имеется кусочек проволочки что нужно вам абсолютно никаких вот здесь проблем нет как ею пользоваться обычно вот трубка кстати вот я здесь специально перед выполнением заказа сделал у себя ревизию и я специально собираю вот всевозможные такие ампулки и трубки от конфет всевозможных типа чупа чупсов и в зависимости от того какая мне нужна допустим по величине приманка здесь вот я на трубке вы использовал вы видите очень толстая чтобы было объемная потому что это для щуки для окуня можно изготовить и на обыкновенной вот как это ампулка или же более тонко любая практически подойдет ампулка от шариковой ручки или же ну ушные палочки не подходят потому что у них нет крепости и что у нас получается очень простая приманка обладает только лишь одним минусом я уже старался здесь вот закруглить немножко нашу мордашку и лака добавлял чтобы было больше скругления получается так что при прохождении через растительность ну собирает немножечко водоросли ну а какая приманка не собирает даже допустим тот же воблер или тот же попер или допустим раклин также собирает всю эту водоросли как и узелочки на леске собирается конструкция очень просто продевается поводок металлический через эту трубку здесь крепится наш крючок я не знаю давайте я попробую сейчас взять какой-нибудь здесь для образца крючок по величине ну давайте возьмем у меня есть здесь карповые большие такие вот я их использую для веснянок очень хорошие качественные крючки кованые поэтому все крючки которые я использую они имеют повышенную надежность и сами по себе достаточно вот крепкие это крючок который вот наподобие тимки 200r имеет вот такой же изгиб мы продели поводок металлический можно струну можно подвижный ну можно и поводковый есть специально для щуки материал закрепили если у нас имеется вот как у меня допустим имеется специально поводки для нахлыста и у меня здесь вот так вот скручена получается моё колечко которому я креплю закрепить здесь можно вот мы закрепили что мы дальше делаем мы берем и подтягиваем наш поводок так чтобы крючок у нас вошел в трубку все крючок вошел в трубку теперь смотрите вот допустим крючок находится в таком положении это если нам не мешает трава и удобно рыбачить захотели хоть двойник хоть допустим одинарник мы переворачиваем вверх и у нас идет наша приманка уже как не зацепляйка очень удобно теперь что касается вот допустим вы взяли сделали на поводке вам нужно сделать так чтобы допустим она шла у дна или какую-то определенную толщу воды пробивала не обязательно чтобы шла только по поверхности или она шла под поверхностной пленкой можно как здесь на сам поводок пару дробин прицепить можно также здесь прицепить чебурашку а к чебурашке уже привязать нашу леску и спокойно забрасывать как ультралайтом ну нахлыстом понятное дело что в эту приманку и так забросить и вот приблизительно все что вы задавали такие вопросы я здесь вроде бы ответил проблем никаких не составляет теперь что касается этих трубок здесь точно так же я сделал как флуоресцентные яркие так и нейтральные и в то же время вот я изготовил такие сиреневые это фиолетовый цвет даже не сиреневая больше фиолетовый этот цвет очень хорошо работает практически круглосуточно рыба его очень хорошо видит как на большой глубине так и допустим на поверхности изготавливается очень легко рекомендую вам друзья значит заказ состоял в том чтобы я изготовил определенное количество приманок для поимки щуки что допустим как судак сом и там прочая рыба это как попутная и шел у меня еще дополнительно чтобы были приманочки для жереха ну вы сами понимаете жерех у нас рыба достаточно хищная и ее комариками жучками не сильно спровоцируешь на поклевку он питается в основном рыбкой мальком больной ну ту рыбу которую также как и щука может достать поэтому вот для жереха я использовал вот такие стримера давайте его так вот немножечко скомкаю чтобы эти было видно получше значит эти стримера сами по себе могут использоваться как допустим в паре можно вот трубка и это стример можно допустим и с этими ставить то есть тандемом или допустим тройкой стримеров когда соединить рыба более охотно берет тогда какую-либо из приманок ну окунь понятное дело что была поставлена задача чтобы я величиной крючка отделил мелочь эту пузатую от основной рыбы поэтому я сосредоточил свое внимание на крючках вот как эти начиная три ноль здесь у меня допустим по моему это или один ноль или единица но это единица и это точно так же вот они крупные но этот немножечко поменьше этот по моему или четверка или двоечка не помню сейчас точно хуже вот все связаны на щучьих крючках этот связан на стример нам типичным поэтому для жереха используются вот такого типа стримера достаточно иметь хорошо имитируют малька ну эту в стекляшечку я сделал для пробы потому что практически на нее ловится вся рыба имитирует она малька и щука не пропускает ну и как я говорил в начале фильма что вот такой стримера чик используется по величине в начале с стримерами у нас все понятно с трубками с крючками как закрепить теперь бы я хотел вторую часть заказа она отчасти тоже касается наших рыбаков юрий попросил сделать ему вот такой небольшой наборчик чтобы можно было попутно ловить немножечко другую рыбу как вы видите здесь очень такой пестрый набор в которой я я еще дополню его это не окончательно но в принципе это здесь только лишь будет по количеству козья бородка на которую практически хорошо реагирует даже плотва берет вот это немножечко необычная приманочка имитирующая упавшую как бы подёночку это вот у нас такие эмиджеры которые с лапками имитируют приманки то же самое поденка весняк всевозможные такие жучки весняночка наша ну и базыры базыр практически хорошо работает вот любой в любое время суток поэтому вылет насекомых очень рыба хорошо контролирует поэтому забросили и от дна начинаете делать проводку ну и стандартные которые вот я делаю такие вот универсальная она и мокрая и сухая мушка очень хорошо работает ну это нимфочка такая разведчик как я ее называю шариком провокатор если уже ничего не ловится ее можно бросать и круглый день проверять есть рыбка или нет есть значит будет поймана или плотва или карасик или же допустим окунек даже не пропускает ну и по величине собраны разные вот такие вы видите комарики которые я изготавливаю в большом количестве ну и вот прямая имитация поденочки с крылышками из пера cdc вверх с хвостиком и совсем как положено это как забрасывать в какое время это вы уже определяете сами потому что обычно когда приходите на рыбалку посмотрите внимательно что происходит на водоеме какие жучки паучки лазят и что рыба и самое главное как рыба кормится потому что можно не увидеть ни одного всплеска это не значит что рыбы нет и рыба не кормится она или в толще воды или у дна поэтому вот такие приманки практически их будет достаточно начиная у дна веснянка базеры тоже у дна эта нимфочка у дна эти вот в толще воды мокро и сухая это вот уже больше идут поверхностные приманочки поэтому практически вот такой набор я его еще дополню он для всей белой рыбы начиная от уклейки густеры плотвы красноперки вся рыба которая есть даже и головлик и тот не пройдет мимо между от вот таких вот жучков ну и отчасти от этих вот комариков величина крючка значит здесь от восемнадцатого номера самые мелкие ну и понятное дело здесь идет до четырнадцатого двенадцатого достаточно меня просили чтобы я не делал очень мелкие а смог отсеять мелкую рыбу ту которая чтобы не мешало рыбачить для поимки основной рыбы ну вот в принципе это друзья и все если у вас будут какие вопросы я под видео всегда оставляю почту пишите на любую я на связи практически круглосуточно благодарю вас за внимание до скорых встреч